Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и это шестое видео из недели страшных историй. Субтитры сделал DimaTorzok Маля осмелилась рассказать мне эту историю, потому что есть те зрители, которые начинают мне писать мистическую историю, но, к сожалению, не заканчивают из-за того, что начинают бояться и вообще не хотят об этом говорить и со временем просто удаляют ее из сообщений. Я напоминаю вам про то, что в этой страшной истории я спрятала для вас шестую букву. Обязательно смотрите предыдущие видео из недели страшных историй, ищите там по одной букве в каждом видео, которое я для вас спрятала, и смотрите последний ролик, который выйдет завтра на моем канале. Собирайте слово из тех букв, которые я спрятала, и кидайте мне в директ в инстаграме. Призы я уже озвучила в первом ролике из недели страшных историй, но все равно рандомным буду кидать сигны, видеоприветы и подписываться на ваши аккаунты. Запасайтесь печеньками, вкусным чаем, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать более интересные ролики. Эту историю я назову так. Проклятый парк развлечений. Желаю вам приятного просмотра, и мы можем начинать. Поехали! Эту историю хочу начать с того, что Амалия вообще была любительницей адреналина с самого детства. Ее очень нравились всякие детские аттракционы, катание на велосипедах, на трехколесных, когда она была ребенком. Любила смотреть всякие ролики, где люди прыгают со скал, катаются на мотоциклах. И с детства Амалия отличалась тем, что у нее были совершенно другие интересы. Ее не интересовали куклы, ее не интересовали детские игрушки, и она всегда стремилась только к тому, чтобы попробовать что-то новое. Лет до шести, после того, как она научилась ходить в детстве, она получила очень много разных травм, потому что ей нравилось прыгать с качелей, кататься с огромных горок, которые явно были не предназначены для детей, прыгать на кровати. Короче, ребенок, который любил и любит до сих пор экстрим. Поэтому все детство, лет до четырнадцати, родители Амалии запрещали гулять самостоятельно, потому что она везде сама, на свою голову искала какие-то приключения. Втихаря от родителей один раз она прокатилась на мотоцикле, чуть ли не расшибла себе голову, и мечтала поехать за границу, уже в таком раннем возрасте, для того, чтобы прыгнуть с какой-нибудь огромной скалы. Я уверена, что вы знаете, есть такие аттракционы. Родители лет с десяти ее водили по паркам развлечений, но ее не пускали на какие-то аттракционы, где были какие-то экстремальные горки. Знаете, для того, чтобы пропустить ребенка на аттракцион, спрашивают его возраст и рост. Я сама с этим сталкивалась, и это присутствует в каждом парке аттракционов и развлечений. Поэтому Амалию никуда не пускали. А вот теперь самое интересное. Когда Амали исполнилось 14 лет, родители наконец-то разрешили ей гулять иногда самостоятельно, и у нее была лучшая подруга. Ее звали Оксана, и у них были абсолютно одинаковые интересы. Они любили экстрим, любили кого-то пообсуждать, очень хорошо дружили и постоянно вместе сбегали с уроков, и втихаря от родителей тратили свои деньги на аттракционы. В общем, девочки сошлись характерами и со временем стали лучшими подругами. Любили кататься на всех аттракционах, которые были иногда даже опасными. Но Амалии не хватало адреналина, она хотела найти еще какие-то места, где можно прыгнуть с чего-либо, прокатиться на скоростном мотоцикле. Любила гонять на велосипедах. Думаю, вы поняли, да, к какому типажу можно отнести Амалию, ну и в принципе ее подругу. Ну и тут начинается самое интересное. Однажды, когда Амалия ночевала у своей подруги Оксаны, еле как ее отпустили родители через много ссор, потому что они считали Амалию несамостоятельным ребенком, ну она как бы в 14 лет и была таковой, они листали интернет, рассказывали друг другу мистические истории и наткнулись на легенду. Легенду они услышали где-то во втором, в третьем классе, но не придавали этому абсолютно никакого значения. Когда они наткнулись на эту легенду еще раз, с более подробной информацией, они поняли, что хотят поехать туда, где и произошла та самая история, после которой начали ходить ужасные легенды, о которых слышали даже они, но толком не обращали внимания. Сейчас я вам расскажу эту легенду, она была просто трэшовой и безумно страшной. Один мальчик без известного имени, просто рассказываю легенду, один раз пошел в какой-то парк аттракционов, где была комната страха. Комната страха не такая, что ты заходишь конкретно в комнату, а где есть специальные рельсы, как знаете, американские горки, но это более-менее для детей, где ты садишься в специальную вагонетку или как там они называются, тебя закрывают в специальной клеточке, через которую ты можешь смотреть на всяких ужасных привидений, и ты просто катишься по американской горке, медленно разглядывая всяких призраков. И вот однажды этого мальчика, который безумно любил эту комнату страха, забыли закрыть в этой небольшой клетке. Ну это как аттракцион. Катится он, значит, впереди еще много детей, когда этот парк аттракционов был известным. И он решился просто выйти с рельсов и посмотреть на этих призраков не через склетку. А призраки, естественно, искусственные, знаете, такие прям анимационные звуки, какие-то ведьмы там двигаются. Я уверена, что даже вы были в подобном парке развлечений. Ну и в итоге он просто ушел с этого аттракциона погулять по самой этой комнате, и это было строго запрещено. Там было очень много техники, очень много проводов, очень много опасностей для этого мальчика. Но он действительно был маленьким и верил в то, что эти призраки якобы настоящие. Он долго гулял по этому аттракциону, так как сам по себе он длился 5 минут, если бы он катился. А если идти пешком и медленно все разглядывая, то на это можно потратить ну полчаса-час. Там было очень много всяких призраков. Действительно устрашающая картина. Особенно для людей со слабой психикой. Но вообще этот аттракцион считался детским, поэтому мальчика туда с легкостью пустили. Да и в принципе там было с проверкой все ужасно, и всем было насрать. Пойдет туда мальчик или взрослая девочка вообще без проблем. Мальчик непонятно каким образом просто заблудился в этой комнате страха, и до сих пор ходят легенды, что его похитили. И я чуть попозже расскажу почему и как это все происходило. Девочка Амалия вместе со своей подругой Оксаной, прочитав эту устрашающую легенду, то что мальчик пропал без вести, его до сих пор не могут найти. Там было много комментариев, что эта легенда неправильная, что на самом деле его тело изуродовали, там был какой-то мужик. Очень много разной информации, и девочки не понимали чему верить. В общем, эта легенда разошлась чуть ли не по всему миру, и Амалии с Оксаной она очень понравилась. Какой-то мужчина в комментариях под этой легендой написал адрес того места, где пропал мальчик. То есть сам парк аттракционов, парк развлечений. Девочки загуглили этот адрес и поняли, что этот парк уже давным-давно старый, чуть ли не заброшенный, но некоторые аттракционы там по сей день продолжают работать. Парк по фотографиям выглядел безумно страшно. Некоторые аттракционы скрипели, были заброшены, и только пара аттракционов работали, и они все равно были запрещены, так как неизвестно, безопасно ли это. Да и все равно туда люди не ходили, но зарплату работникам уплачивали. А сами по себе работники там были очень старенькие. Какая-нибудь бабушка, которая просто нуждалась в небольшой зарплате и сидела целыми днями в заброшенном парке. Надеялась на то, что туда придет какой-то человек заплатит небольшую сумму, купив билет, и прокатится на этом аттракционе. Но все уже позабыли про этот парк, и со временем его собирались сносить. Потому что многие люди никого не слушались, и все равно дети, которые туда забегали, оплачивали билетики и катались на аттракционах. Потому что там цены были, ну, 15 рублей за аттракцион, 20 рублей. Все такое заброшенное, старенькое. И, естественно, Амалия с Оксаной решили поехать по этому адресу. Они подделали школьные записки, написанные якобы от лица родителей. Типа, сегодня Амалия не придет в школу, потому что она себя неважно чувствует, и Оксана сегодня не придет, потому что у нее там, я не знаю, тоже плохое самочувствие, или она подвернула ногу. Они подделали эти записки, которые собирались на следующий день отнести в школу, когда придут, якобы от родителей, да-да. И сами отправились в этот парк, выключив сотовые телефоны. Ни родители Оксаны, ни родители Амалии не смогли бы за ними уследить. Они просто поехали по этому адресу. И тут начинается самое интересное. Приезжают они в парк аттракционов. Сначала долгое время не могли его найти, потому что он находился за несколько метров от леса. То есть лес, ты идешь по дорожке, и только внутри леса находился парк. Тот самый парк, для постройки которого нужно было вырубить очень много деревьев. Девочки заходят в этот парк и понимают, что там просто чуть ли не берег эти поля. Очень тихо, очень страшно. Парк выглядел очень устрашающе. Непонятные и ужасные аттракционы, летающие птицы, какое-то ужасное и безлюдное место. И только на горизонте можно было найти человека, который, возможно, работал в этом парке. Девочки очень долго искали тот самый аттракцион, где пропал мальчик. Парк аттракционов был достаточно большой, но огромная часть аттракционов были просто заброшены. Они не работали. Работал детский аттракцион с какой-то горкой и машинками. Комната страха. Спустя полчаса, кстати, Амалия и Оксана нашли эту комнату, но об этом чуть-чуть попозже. Касса, где сидела какая-то странная старуха, у которой были белые глаза, и она очень странно выглядела. Знаете, парк аттракционов чем-то напоминал Чернобыльский парк. Запрошенный просто, ну я не знаю, до такой степени, что там вообще кроме блогеров никого нет. Как я и сказала, спустя некоторое время Амалия и Оксана нашли ту самую комнату страха. И они обратили внимание на очень странные детали. Была надпись «Комната страха». Вход в эту комнату. И человек, который вел себя очень странно и стоял для того, чтобы садить детей, следить за безопасностью. Ну и рядом же с этой комнатой страха продавались билеты для того, чтобы там могли они прокатиться. Девочки купили по билету, совершенно не боялись и не любили адреналин и страх. И как я сказала, было написано «Комната страха» и самая важная деталь. Сверху был искусственный клоун. Клоун выглядел настолько страшно, Амалия, поделившись со мной этой историей, прикрепила фотографию этого клоуна. Можете прямо сейчас посмотреть. Выглядел этот клоун настолько устрашающе, но Амалия не сразу обратила на него внимание. Он был большой. И непонятно, к чему тут клоун в «Комнате страха». Понимаю, были бы какие-то ведьмочки или что-то такое, но там был такой странный, непонятный клоун, который на время Амалии показался живым. Оксана над ней посмеялась, когда она ей рассказала эту мысль. И они сели на те самые вагонетки для того, чтобы прокатиться в этой «Комнате страха». Их посадил безумно странный мужик, который очень странно себя вел, только бе-ме-ы-о-э слова не мог сказать. Очень странно себя вел, и Амалия как-то начала чувствовать себя странно. Как будто бы им пора оттуда сваливать, потому что они хотели просто повеселиться, побегать. И до последнего не верили, что что-то с ними произойдет. Но не тут-то было. Застежки были такие, что ребенок и Амалия с Оксаной могли спокойно отстегнуться и сами оттуда выйти. Все скрипело, все было такое страшное. И я по сей день не понимаю, почему этот парк аттракционов не снесли. И тут начинается самое интересное. В принципе, да, как я и говорю в каждой страшной истории, именно из-за этого момента я и решила снять это видео. Едут Амалия с Оксаной по этим рельсам, вспоминают легенду эту страшную, видят всяких призраков, естественно искусственных, угорают. И Амалия говорит, ну что, пойдем? Они собирались выйти с рельсов, точно так же, как и сделал тот самый мальчик. Оксана с ней согласилась, потому что они искали на свою задницу приключений. И они это сделали. Камер, как я поняла, внутри этого аттракциона не было, а парки все молчали. То есть никто не знал, что именно в этом парке произошла та самая история с мальчиком, который там пропал. Неизвестно, что с ним произошло. То ли его похитили, то ли над ним издевались, то ли он просто пропал или вовсе его ударило током. Так как девочки сошли с рельсов, а рельсы, ну как бы были на полу, и можно было спокойно выйти, так как все ехало очень медленно. Все скрипело, и они вообще не ради этого аттракциона туда приехали. Вышли они, значит, решили посмотреть на этих призраков, играла страшная музыка, так как сам аттракцион еще не закончился, и когда он начинался, играла музыка якобы устрашающая. Девочки начали смеяться, потому что все это им казалось безумно смешным. Они рассматривали всяких призраков, которые уже еле работали, и некоторые не мигали, и все это было очень странное. Когда они изобрели очень далеко, прям вглубь-вглубь-вглубь, где находился только ток, электричество и все опасное для них, они почувствовали, что пахнет чем-то отвратительным. То ли мертвичиной, то ли кошка тут умерла. Нет, не подумайте, они не нашли тут мертвого мальчика. Просто почувствовали тот самый ужасный запах, который они в своей жизни никогда не чувствовали. Просто отвратительно, что у них прям появился рвотный рефлекс. Они решили пойти обратно, и тут они слышат странные шаги. Шаги, как будто бы за ними кто-то идет. Шаги настолько страшные и непонятные, знаете, когда человек ходит по щебенке, такой скрип от камней, от маленьких камней. И они поняли, что все, это капец. Они думали, что это все шутка, что легенда неправда. И у Амалии была очень старая камера, на которую она все это решила записать, чтобы потом показать друзьям, якобы какая она смелая, что ничего такого не происходит, что все это детский сад, и легенда вся эта неправда, о которой все давным-давно позабыли. Не знаю, зачем они туда решили поехать, но и в итоге что произошло? Амали идет разговаривать с Оксаной, они угорают, слышат шаги, начинают пугаться. И тут ни с того ни с сего, в кромешной темноте, фонарики шли только от этих искусственных привидений. Оксану просто хватает какое-то непонятное существо. Видимо, шаги-то были как раз-таки от этого. Хватают Оксану и просто хватают настолько сильно, что она ни слова не может сказать, потому что ей рукой еще закрыли ее рот. Она пытается что-то промычать, Амалия пытается бежать, чтобы спасти Оксану. Как раз-таки, чтобы бежать за ней, а не для того, чтобы убежать и нафиг выбежать из этого парка. Она пытается спасти Оксану. Оксану схватило какое-то непонятное существо. Амалия бежала за этим мужчиной или существом где-то пять минут. Когда они выбежали с этого аттракциона, она просто увидела, как мужчина, очень страшный, непонятный мужчина, просто заворачивает за угол, перекидывает Амалию через забор, который им был по грудь, и просто убегает с ней, тащив ее за руку со всей силы. Оксана пытается сопротивляться, но у нее не получается. Он просто ее хватает, пытается тянуть за волосы, а в это время в парке начинало темнеть. И была как раз-таки та самая страшная атмосфера. Амалия напугалась, пыталась успокоить себя, но не получалось. Камеру она потеряла где-то среди этого аттракциона. Оксана пропала, и пропала навсегда. Амалия вернулась домой и никому не рассказывала об этой истории, пока не прошло два дня. И родители Оксаны сами не начали ее искать. Амалия все эти два дня старалась как-то вернуться в этот парк развлечений, понять, в чем проблема, и совсем позабыла про того самого клоуна, на которого она обратила внимание в начале. Что же произошло, дорогие мои, в итоге-то? Вызвали полицию. Оксану искали все. Амалия дала определенные показания и сказала, что ее утащил какой-то странный мужик. И они были в этом парке развлечений, который давным-давно собирались носить. В этом парке не было, ну, никаких людей, как я вам уже говорила. И все уже позабили и хотели, ну, наверное, просто его забросить. В тот день, когда приехала полиция в этот парк, не было никого. Не было абсолютно никого. Никаких работников, которые там работали. Да их и так от силы было, ну, штуки 4-5. Что произошло на самом деле? Вот этот клоун, помните, о котором я вам только что говорила, на которого обратила внимание Амалия? Внутри него находилось огромное количество камер. Специальное сидение, где сидел тот самый человек, который похищал детей. И специальный спуск, лестница в самом далеке этого аттракциона, по которой поднимался и спускался тот самый мужчина, который похитил того мальчика и Оксану. Когда вели расследование, внутри этого аттракциона обнаружили ту самую лестницу и поняли, что внутри этого клоуна находится огромное количество не старых камер. Но того молодого человека, который похищал детей, к сожалению, нет. Его искали около недели и, наконец-таки, нашли. Он совершил самоубийство в лесу. Амалия была истощена. Она сидела посреди леса с этим странным молодым человеком, который был уже мертв. Была истощена, ее ели как спасли. Она была худая, привязанная к дереву. Не могла спасти сама себя, потому что, ну, ее просто перевязали веревками. И у нее не было сил даже разговаривать. Первые два дня она звала кого-то на помощь. Привязали ее, видимо, день на второй как раз-таки. Но все это время она звала кого-то на помощь. Этот странный мужик, видимо, понял, что его ищут и просто совершил самоубийство. С Оксаной сейчас все хорошо, и она вспоминает со слезами на глазах об этой истории. И Амалия у Оксаны спросила, можно ли рассказать эту историю мне. И поделилась ею со мной. История закончилась тем, что все-таки в этом чудесном клоуне нашли огромное количество аппаратуры и камеры. Когда каждый ребенок заходил в этот аттракцион, тот самый мужчина спускался по лестнице, просто похищал этих детей. Это был самый настоящий маньяк. Со временем этот парк аттракционов снесли. С интернета удалили всю информацию об этом, чтобы никто не вздумал об этом говорить. Но я все-таки решила снять это видео, потому что эта история мне показалась безумно интересной. С девочками сейчас все хорошо, и их постоянно трясет, когда они вспоминают об этой истории. И почему я в начале ролика вам сказала, что многие не дописывают истории, их просто удаляют? Во время того, как Амалия писала мне эту историю, я зашла в директ. Она была еще не дописана. И Амалия просто начала удалять эту историю, думала, что либо я не прочитаю, либо ей стало страшно. И я резко ей написала, говорю, погоди, оставь. И она все-таки дописала мне эту историю, и я за это ей безумно благодарна. История очень страшная, я просто хочу, ребят, чтобы вы берегли себя, следили за тем, что вы делаете, и ценили нервы своих родителей. С Амалией и Оксаной сейчас все более-менее хорошо. Парк аттракционов, как я уже сказала, снесли, и эта история просто трэшовая. Спасибо вам огромное, что досмотрели ее до самого конца, и я опять же жду ваше мнение в комментариях. Этого маньяка бы посадили, но, к сожалению, он уже был не живой. Трэшовая история. Я надеюсь, что этот ролик, конечно, мне не заблокируют. Спасибо вам огромное, что досмотрели до самого конца. Напоминаю вам про то, что в этом видео я спрятала для вас одну букву, и встретимся уже завтра на моем канале. С новой мистической историей. Просто какой-то ужас. Я до сих пор сижу в шоке. Какой же мир необычный, и сколько же трэша происходит в эту секунду. Спасибо вам огромное за просмотр. Ну а с вами была Карина, и я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok